Дорогие друзья, уважаемые коллеги, здравствуйте! Мы начинаем нашу очередную серию программы ГАСТРОКЛУБ и сегодня мы поговорим об иммуноглобулин G4 ассоциированных заболеваниях. Это очень сложная тема, в которой пока мало кто что-то понимает и разбирается. Пациентов также мы пока видим очень-очень мало. В основном они проходят очень долгий диагностический путь, попадая сначала к врачам-онкологам. Некоторые из пациентов с неверным диагнозом лишаются жизненно важных органов и только потом уже, когда морфолог анализирует удаленную, например, поджелудочную железу, оказывается, что там была не злокачественная опухоль, а та самая псевдоопухоль. Но мы об этом сейчас чуть подробнее поговорим. И сегодня для того, чтобы обсудить этот непростой вопрос, я пригласила эксперта, врача-панкреатолога, доцентра кафедры профидевтики внутренних болезней Сеченовского университета Ахлобыстина Алексея Викторовича. Здравствуйте, Алексей Викторович! Добрый день! Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо большое, что нашли время прийти. Ну, давайте сразу, наверное, перейдем к заболеванию и к вопросам. Вот мне кажется, что очень мало из практикующих врачей вообще помнит, что такое иммуноглобулин, иммуноглобулин G4, что этот белок делает в нашем организме, зачем он нужен. Вот расскажите нам, пожалуйста, что такое иммуноглобулин G4 и почему эта группа заболеваний названа вот так, иммуноглобулин G4. Ну и потом мы с вами обсудим, какие заболевания относятся к этой группе. Иммуноглобулины – это защитные белки, белки, которые реализуют защиту или антибактериальную, или реализуют какие-то аллергические реакции у пациентов. Противоопухолевую, наверное, тоже. И долгие годы иммуноглобулин G4 прежде всего ассоциировался с анализами, сирологическими пробами на пищевую аллергию. Поэтому для многих лаборантов анализ на иммуноглобулин G4 – это анализ на какие-то пищевые аллергены. А потом оказалось, что существуют какие-то странные заболевания, при которых наблюдается избыточная экспрессия, то есть повышение общего уровня всех иммуноглобулинов G4, всего этого подкласса иммуноглобулинов G. С чем это связано, до сих пор никто не знает. То есть понятно, что иммуноглобулины G4 не играют никакой патогенетической роли, то есть они сами эти иммуноглобулины не повреждают никакие ткани. Более того, есть некоторые данные о том, что иммуноглобулины G4 скорее могут оказывать защитную функцию. Но вероятнее всего это просто какой-то парапродукт, как, допустим, парапротеины, которые просто экспрессируются параллельно с теми реакциями, которые происходят в организме. Так или иначе, это единственный специфичный, единственный характерный признак, который наблюдается у этих пациентов. При всех этих заболеваниях, что повышен уровень образования иммуноглобулин G4. А кто их образует? Их образуют плазматические клетки. Собственно, клетки, которые образуют и все остальные иммуноглобулины, происходят под воздействием сначала Т-холперов, потом это Б-лимфоциты, и они уже стимулируют плазматические клетки образовывать избыток вот этих самых иммуноглобулинов G4. То есть плазматические клетки – это подгруппа лимфоцитов, да? Это клетки, которые как раз образуют иммуноглобулины, вообще любые иммуноглобулины в организме. И то есть по какой-то причине этих плазмоцитов становится больше, да, они скапливаются где-то и начинают вырабатывать иммуноглобулин G4. Не совсем, это не просто увеличение всего количества, всего пула плазматических клеток, это именно специфическая стимуляция образования того клона, той группы плазматических клеток, которые образуют именно иммуноглобулин G4. И поэтому здесь, вот если говорить о этих заболеваниях, то не всегда четко можно провести грань между этими заболеваниями и, допустим, лимфомами. Ну да, я только сейчас хотела сказать, что похоже на лимфопролиферативное заболевание. Просто это не опухоль, там нет такого прогрессирующего, неконтролируемого роста, ни нет опухолевой прогрессии, но это тоже гиперэкспрессия какого-то клона. И, собственно говоря, так же, как и при других аутоиммунных заболеваниях, существует риск того, что это заболевание может переходить или сочетаться с существенно более высоким риском возникновения уже настоящих лимфом. Лимфом, понятно. Скажите, пожалуйста, теперь, что относится вот к этой группе иммуноглобулин G4 ассоциированных заболеваний? У нас гастроклуб, поэтому все уже догадываются, что здесь большей частью будут гастроэнтерологические заболевания в этом списке. Насколько я знаю, там есть еще и поражение других органов. Ну, действительно, это, наверное, все-таки преимущественно гастроэнтерологическое заболевание. Органы, которые были описаны первым, которые поражаются чаще всего и которые являются частью знаковым, это поджелудочная железа. То есть, если у пациента при подозрении на иммуноглобулин G4 ассоциированное заболевание обнаруживаем характерные признаки панкреатита, это важно с точки зрения диагностики. То есть, первое заболевание – это аутоиммунная панкреация? Первое, самое частое, и заболевание, которое является иногда основой диагностики, то есть, которое существенно облегчает понимание того, что у пациента происходит с другими органами. Другие органы – это, наверное, лимфы. Извините, я вас прибью. Вот если я правильно помню, есть аутоиммунный панкреатит первого типа, по-моему, второго типа, да или нет? Да, но это, опять же, не совсем близкие вещи. То есть, и то, и другое – это аутоиммунный панкреатит. Но если мы говорим об именно иммуноглобулин G4-сторонном заболевании, то это панкреатит первого типа. Первого типа. Все понятно. И вот это то, о чем мы начали говорить. Это лимфоцитарная инфильтрация, это инфильтрация плазмоцитами. А что касается аутоиммунного панкреатита второго типа, то это совершенно другой тип поражения. Тоже чаще поражается поджелудочная железа. Там скорее будут не лимфоциты, не лимфопазмоцитарная инфильтрация, а инфильтрация гранулоцитами. Изменения, которые возникают, тоже перепротоково будут скорее похожи на криптоабсцессы, допустим, при язвенном колите. Но это мы потом, когда будем обсуждать уже отдельно аутоиммунный панкреатит, я просто хотела акцентировать внимание, что иммунный глобулин G4 – это именно аутоиммунный панкреатит первого типа. Так, еще какие заболевания, кроме панкреатита? Лимфоузлы. Поражение лимфоузлов. На втором месте по частоте – это поражение лимфоузлов, это лимфоденопатия, преимущественно брюшной полости. Глобально любые железы. Это могут быть слюные железы, слезные железы. У детей достаточно часто возникает поражение щитовидной железы, так называемой зопридоли, опять же с выраженным фиброзом. Это могут быть поражения легких, поражения почек, поражения забрюшинной клетчатки. И достаточно редко возникает поражение пищеварительного тракта. То есть это особая форма иммунгоболинжи-4-ассоцированной болезни. Проявления не характерные, проявления, которые приходятся с большим трудом и для врача, и, к сожалению, с большими жертвами для пациента, потому что обычно это пациенты, которые уходят на операции, причем в лучшем случае это операции, которые идут с сохранением органа, когда происходит вылучивание вот этого вот инфильтрата. А нередко это и операции, которые проводятся по принципу операций нокологических, когда проводится резекция. То есть вот эти самые плазмоциты образуют инфильтрат в стенке органа, который мы очень часто путаем с опухолью, да, и чаще всего со злокачественной. И такой пациент попадает в руки к онкологам и происходит удаление органов. В этом случае, да, нередко. Но вот если мы вернемся к поджелудочной железе, первое, что, наверное, нужно будет сказать, и, может быть, мы посмотрим слайды с гистологией аутоиммунного панкреатита. Это мы вот сейчас, когда перейдем уже конкретно к аутоиммунному панкреатиту, тогда, мне кажется, мы более подробно разберем. Я просто еще вот хотела в перечне ваших заболеваний. Вы сказали про поджелудочную железу, желудочный и кишечный тракт в целом, это желудок там и кишка, слюны и железы, щитовидная железа, лимфоузлы. А вот про печень. С печенью все непросто. Первое, существует XG4-стерная холангиопатия. Поражение, которое похоже на привычный склерозирующий холангит, при этом тоже возникают перетяжки, расширения, просто перетяжки не похожие на четкие, как при ПСХ, а более протяженные. То есть, также возникает сужение желудочных протоков, только вот это вот расширение, которое находится между сужениями, оно более протяженное. И второе, это, собственно, поражение самого паранхима, которое может протекать или как псевдоопухоль, когда возникают локальные инфильтраты, или это может быть просто реакция печени уже на бильярную гипертензию. Поэтому вот в отношении поражения паранхимы печени все не так четко и не так понятно. Ну, то есть, нет такой отдельной формы иммуноглобулин G4, псевдоопухоль печени, например? Псевдоопухоли есть. Есть. Но вот конкретно именно поражение самой паранхимы печени, чем оно отличается от, допустим, аутоиммунного гепатита, пока до конца непонятно. Насколько это является самостоятельной нозологической формой? Или это просто аутоиммунный гепатит? Или это нечто, что вот притекает параллельно с поражением желчных протоков? Алексей Викторович, сейчас, наверное, у многих вопрос по этиологии. Почему вдруг и у кого нам ожидать возникновение иммуноглобулин G4 ассоциированного заболевания? Есть ли какие-то известные нам на сегодняшний день этиологические факторы? Радиация, я не знаю, наследственность отягощенная, питание неправильное. Ну, хоть что-то, что вот приводит к развитию такого заболевания. И еще хотела спросить. Вот вы сейчас перечислили поражение многих очень органов. Это обычно протекает как системно, то есть если поражено одно, то и поражено и другое. Или все-таки поражение чаще всего локализуется только в одном органе? По-разному, по-разному. Это системное заболевание, но оно может протекать или изначально как полисистемное, полиорганное поражение. Или это может быть последовательное вовлечение, когда у пациента, допустим, сегодня мы видим поражение поджелудочной железы, а там через год, через два, через пять лет наблюдаются поражения еще других органов. Ну, то есть все-таки это не проходит так, что вот только в одном органе мы справились с этой псевдоопухолью и забыли. Бывает. И это, наверное, более сложные пациенты, потому что если пациент приходит с изолированным поражением, там, допустим, в желудка, и при этом нет других каких-то знаковых изменений, допустим, металлотоммунного панкреатита, то доказать, что этот инфильтрат, который пациентами видим под слизистой оболочкой желудка, является инфильтратом в рамках мангабринжи-4-сторонной болезни, таких пациентов, наверное, в мире описано, может быть, там десятка-два, очень сложно. И в последнюю очередь у таких пациентов мы будем думать о том, что это именно такое заболевание, а исключать в первую очередь стромальные опухоли, исключать лимфомы или какие-то другие заболевания. Ну да, в первую очередь, чтобы это исключать, нужно знать об этом заболевании и помнить, да, что такое тоже может быть. Да, нужно помнить, но, понимаете, проблема в том, что есть гораздо более часто и гораздо более опасное заболевание. Поэтому если мы видим какое-то очаговое поражение, то мы будем в первую очередь думать о том, что это может быть опухоль, опухоль злокачественная. И только после того, как мы ее исключили, а как мы будем исключать, это уже как получится, как позволяют наши возможности, будь то это какие-то относительно неагрессивные методы диагностики, получение биопсидного материала, или это будет резекция органа и уже потом следование удаленного органа. Это будет уже зависеть от того, какая будет исходная клиническая картина и как это будет выглядеть на скопические, допустим, при КТ. Понятно. Давайте теперь про этиологию, если есть такие данные. По поводу этиологии тоже все очень непросто, потому что если говорить о простом ответе в отношении этиологии, то нет никаких четких данных в отношении этиологии. Существует некоторая предрасположенность, некоторое сочетание с аллергическими заболеваниями, которые чуть-чуть повышают вероятность того, что у пациента может быть это заболевание. Это вот как раз пищевая аллергия? Это бронхиальная астма, это кожная форма аллергии, определенной связи именно с пищевой аллергией нет. Есть очень небольшое процент сочетания с целиакией. Ну и, пожалуй, наверное, это все. Существуют тенденции, опять же, это в разные группы пациентов, но в целом в мире считается, что чаще все-таки это заболевание возникает у пожилых мужчин. Каких-то определенных этиологических факторов здесь нет, но, опять же, есть некоторая тенденция к тому, чтобы это заболевание чаще возникало у так называемых синих воротничков. Ну вот есть, если использовать кальку с английского языка, есть white-collar workers, белые воротнички и blue-collar workers, синие. Белые воротнички — это, наверное, мы с вами, это люди, которые занимаются преимущественно офисной работой и нет прямого контакта с какими-то профессиональными вредностями. А синие воротнички — это рабочие, которые потенциально могут контактировать или на самом деле могут контактировать с какими-то токсическими факторами. Это касается, допустим, машинистов и локомотивов, это касается рабочих, которые работают на укладке асфальта. Да, это потенциально токсические факторы, но не всегда консерогены. И вот в мире прослеживается, в нашей выборке тоже, тех пациентов, которых наблюдаем мы в нашей клинике, некоторая тенденция к преобладанию примерно два к одному, то, что это так называемые синие воротнички. Ну и, наверное, последнее, то, что существенно осложняет диагностику, это то, что существуют данные, данные не абсолютные, но тем не менее таких работ немало, о том, что сочетаются заболевания, связанные с вонглобулином G4, с другими опухолями. В смысле с опухолями того же органа и с опухолями других органов. Но имеется в виду злокачественную опухоль. То есть если у пациента есть уже диагноз злокачественной опухоли, и мы еще видим какое-то образование, оно вполне может быть как раз псевдоопухолью из плазмоцитов. Это работа, которая показывает то, что у пациента в первый год после диагностики многоглобулином G4-стердного заболевания существенно повышается вероятность того, что могут обнаружить какую-то обычную аденокарциному. А дальше, если пациент наблюдается, то вероятность того, что потом где-то что-то проявится, она не высока, она практически такая же, как популяция. То есть это может быть какая-то, что ли, даже защитная реакция организма? Рассматривают как паранопластический синдром, возможный паранопластический синдром. Опять же, работ таких не очень много, но работа есть и работа достаточно убедительная. Понятно. А вот вы еще в самом начале сказали, что вроде бы иммуноглобулин G4, они экспрессируются, но ничего плохого не делают. Никаких повреждений не вызывают. В чем тогда глобально проблемы с этими заболеваниями? К чему они приводят? Ну, скапливаются эти плазмоциты, но экспрессируют иммуноглобулин G4. В чем опасность вот этого заболевания? Замечательный вопрос. Большое спасибо за него. Я в этой связи могу вспомнить одно из заседаний Европейского панкреатического клуба, посвященное этому заболеванию, посвященное преимущественно аутоиммунному панкреатиту. И там один из центральных докладов был посвящен тому, стоит ли лечить эти заболевания. Вопрос очень непростой, очень неоднозначный, потому что у существенной части таких пациентов все проходит само. Так, интересно. То есть вот эти инфильтраты, о которых мы будем говорить, и которые, я думаю, что мы скоро покажем, они уходят сами, иногда уходят бесследно, уходят безвозвратно, и действительно возникает вопрос, собственно говоря, что мы лечим и зачем мы лечим. Ответ простой, потому что на самом деле все уходит, но уходит не безвозвратно. Главная проблема, которая возникает у таких пациентов, то, что уходя эти инфильтраты, сохраняют изменения по типу какого-то велотекущего спаления и сохраняется фиброз. Это первая проблема. Вторая, то, что эти инфильтраты и этот фиброз, они приводят постепенно к функциональной недостаточности органа, к тому, что у пациента возникает, допустим, при аутоиммунном панкреатите возникает экзокринная панкреатическая недостаточность. Или сахарный диабет. Реже, но возникает сахарный диабет. Если мы говорим о ИГЖ-4 с цифровым поражением желчных протоков, холангиопатии, то при этом возникает сначала инфильтраты, которые просто сдавливают, и которые действительно могут уйти, а потом возникает фиброз. И понять, что это такое, на самом деле, уже на стадии фиброза, крайне сложно. Поэтому вот огромная проблема с введением таких пациентов, с диагностикой таких пациентов, с которыми сталкиваемся мы, вот группы, которые пытаются собирать таких пациентов, наблюдать за ними, это поздняя диагностика. Поздняя диагностика гораздо сложнее, прежде всего потому, что мы имеем дело с фиброзом, который не уходит никуда. Мы не можем провести пробную терапию, допустим, стероидом, понять, будет ли быстрый ответ или нет. И дальше эти пациенты уходят постепенно в состояние, когда мы мало что можем сделать. Когда терапия, иммуносупрессивная терапия, стероидами, теопуринами или биологическая терапия, ей уже особенно не на что действовать. У пациента возникает грубая соединительная ткань, которая кого-то быстрее, у кого-то медленнее приводит к проблемам или проблемам функционирования протоковой системы органа или к поражению пронхимы. И в результате нам действительно не на что воздействовать. У пациента возникают склеротические изменения, изменения прогрессирующие, и мы очень мало что можем сделать с точки зрения замедления этого прогрессирования. Так называемая точка невозврата, да? То есть все надо диагностировать и начать лечить до начала развития фиброза. Здесь гораздо раньше это происходит, чем с другими заболеваниями. То есть фиброз развивается быстро? Возникает быстро, развивается быстро, поэтому оптимальный срок начала лечения это где-то, наверное, первый год от возникновения первых признаков. К сожалению, не всегда это клинические признаки, это могут быть признаки, связанные с данными, допустим, ультразвука, КТ или МРТ. Лучевая диагностика играет здесь огромную роль. И вот если удаётся пациенту в первый год получить и назначить адекватную терапию, то да, действительно, у пациента есть хорошие шансы для того, чтобы мы его более-менее контролируемо ввели, для того, чтобы не было тяжёлого поражения и не было органной недостаточности. Понятно, интересно. Поэтому, да, с одной стороны, есть пациенты, которые быстро восстанавливаются, у которых эти инфильтраты уходят иногда с помощью какого-то короткого курса индукционной терапии. То есть есть пациент, который у нас наблюдается, наверное, почти скоро будет уже 10 лет, пациент с тяжёлым аутоиммунным панкреатитом, это была очаговая форма, в котором мы начали за все эти годы один раз индукционную курс терапии, это был преднизолон на месяц, и после этого в целом он совершенно нормально себя чувствует, всё ушло. И поддерживающая терапия? И поддерживающая терапия никакой не проводится. Здорово. А есть пациенты, у которых это всё затягивается, пациенты, у которых или наблюдается прогрессирование этого заболевания достаточно агрессивное, допустим, пациенты, у которых стабильно наблюдается высокий уровень, там, в десятки раз повышенный фермент поджелудочной железы, и, безусловно, это плохо, это могут быть в том числе и бессимптомные пациенты, но, как вы понимаете, рано или поздно вот такая гиперферментомия приведёт к тому, что у пациента будет возникать проблема уже с функционированием паранхимов поджелудочной железы. Или это фиброз, причём фиброз возникает так же, как воспаление перепротоково, и дальше возникают тоже проблемы, связанные с нормализацией оттока. Давайте мы теперь вот из-за таких абстрактных обсуждений перейдём к конкретным нозологиям, и раз уж мы всё больше к панкреатиту склоняемся, давайте поговорим об аутоиммунном панкреатите. Наверное, нашим слушателям сначала интереснее всего будет услышать о том, клиническая картина, да, то есть вот, когда мы видим перед собой пациента, с какими симптомами мы можем ли заподозрить по симптомам, по клинике? Или это обычные симптомы панкреатита, или их вообще нет? Ну, то есть первое, о чём мне хочется с вами поговорить, это клиника панкреатита, а потом уже перейдём к диагностике, и вот ко всем этим очень интересным моментам. Специфической клиники нет. Главная, наверное, главная особенность, которая у этих пациентов возникает, то, что изменение перепротоковое. Поэтому это какие-то проблемы обструктивного плана, это или нарушение тока от самой поджелудочной железы. Но, опять же, в основном, это изначально сужение протоков. Если мы привыкли диагностировать панкреатит по расширению протоков, то здесь это протяжённое сужение протоков. А это как-то клинически проявляется болями? Иногда, да, иногда это боли, иногда это повышение ферментов поджелудочной железы. В крови, да? Да. Или это сужение другого протока, который проходит через поджелудочную железу, это холедах. И желтуха этих пациентов может иметь вдвойное происхождение. Это или просто блок интерпанкреатической части холедах, увеличенная головка поджелудочной железы, или это уже сужение за счёт того, что у пациента возникает ещё и ИГР-4 ассоциированная холангиопатия. А вот это нарушение оттока ферментов, оно приводит тоже к какой-то клинике к диареи? Далеко не всегда. На поздней стадии, да. Но изначально это пациенты во многом бессимптомные. То есть если у пациента не возникает желтухи, если у пациента не возникает блока каких-то протоков, и дальше это скорее, опять же, лабораторная или инструментальная диагностика, какой-то специфической симптоматики нет. Чаще всего это пациенты, которых случайно обнаруживают, или по поводу желтухи обнаруживают, в лечении или всей поджелудочной железы, или части органа, чаще головки поджелудочной железы. А вот что происходит? Почему органы увеличиваются? Это опять-таки вот такая диффузная инфильтрация? Она диффузная или очаговая в виде вот тоже какого-то очагового образования? Вот замечательный вопрос. И такая, и такая. И пациенту очень сильно повезет, если это будет диффузное поражение поджелудочной железы. И тогда? Потому что диффузное поражение, диффузная инфильтрация – это диагноз. То есть сразу, если мы видим диффузное увеличение… Это большую, так называемую, колбасовидную поджелудочную железу, то, скорее всего, это вот иммунная панкреатика. А насколько вот она большая? Насколько она в два раза увеличивается? Это обычно в полтора раза. Полтора раза, колбасовидная. Реже больше. А вот если это очаговое поражение поджелудочной железы, то дальше начинаются проблемы. С онкологами. Потому что проблемы с пациентом. А кто их будет решать? В смысле, у пациента начинаются проблемы с онкологами, которые… Ну, или с терапевтами, или с эндоскопистами. Потому что для человека, который занимается панкреатологией, пациентами с поджелудочной железой, очаговое увеличение поджелудочной железы, в первую очередь, это опухоли, и чаще всего это рак поджелудочной железы. И пока мы не исключили опухоль, мы не можем серьезно говорить о том, что у пациента есть более-менее веские основания поставить ему диагноз аутоиммунного панкреатита. Поэтому если это очаговое поражение, то должна проводиться пункция, как минимум цитология, лучше, чтобы это была биопсия, и после исключения, иногда даже неоднократно в исключении опухоли, тогда только мы робко можем заикаться о том, что у пациента может быть очаговая форма аутоиммунного панкреатита, пытаться проводить пробный курс стероидной терапии, смотреть, что у пациента будет при этом, и здесь опять же это скорее искусство, чем наука, потому что то, как пациент будет отвечать на пробный курс стероидной терапии, в огромной степени будет зависеть от того, когда мы начали лечить. Если это начальная стадия, то это вот тот пациент, когда действительно мы можем провести диагностику экс-ювантибус. Мы даем на 3 недели, на 4 недели курс стероидов, у пациента все проходит, все рассасывается, замечательно, у пациента мы ставим диагноз аутоиммунного панкреатита. А вот если нет, если это пациент, который год, полтора, два, и больше ходил по разным врачам, кто-то ставил диагноз рака, кто-то ставил диагноз псевдотоморозного панкреатита, где-то пациенты еще сделали операцию, возникают еще постоперационные изменения, причем операции бывают разные, где-то это резекция поджелудочной железы, где-то это может быть какая-то операция по умножению обходного анастомоза, то вот тогда уже понять, почему пациент не отвечает на пробную терапию, потому что это на самом деле опухоль, или потому что возникает уже фиброз, очень непросто. Поэтому эти пациенты с относительно давним диагнозом или давними изменениями, которые могли бы быть аутоиммунным панкреатитом, это огромная главная боль и для онкологов, которые полностью не могут исключить, и для гастроэнтерологов, хирургов, терапевтов, которые пытаются понять, что у пациента происходит. Поэтому крайне важно вовремя, рано заподозрить это заболевание и попытаться быстро решить все-таки, что это такое. В любом случае, опухоль тоже не дает нам времени для того, чтобы наблюдать пациента. Если мы говорим о дифференциальной диагностике с аденокарциномой поджелудочной железы, это крайне злая опухоль, опухоль, которая очень быстро прогрессирует. Поэтому здесь таких пациентов не нужно наблюдать, не нужно смотреть, а что же будет. Расскажите нам, что у нас лежит в основе диагностики. Мы делаем КТ с контрастом, МРТ, анализ на иммуноглобулин G4. Какие шаги у обычного рядового доктора, который заподозрил, но УЗИ увидел увеличение, допустим, поджелудочной железы? Первый шаг – это общение с доктором ультразвуковой диагностики. Так. И дальше очень много будет зависеть от того, какой опыт у этого врача и гастроэнтеролога, и врача ультразвуковой диагностики. Потому что в нашей клинике бывает так, что мне звонят врачи наши, вот УЗИсты, и говорят, Алексей Викторович, у нас есть пациент с аутамонным панкреатитом. Так, то есть они сразу уже на УЗИ видят… Это достаточно необычная поджелудочная железа, то есть если это диффузная форма, это первый очень важный признак. Второй очень важный признак, который виден, опять же, опытом врачом УЗИстом… А вот у нас нет ультразвука? Ультразвука нет. Это то, что теряется структура поджелудочной железы, становится гомогенной, становится размазанной, теряется дольковость. Важно то, что возникает лимфоденопатия, причем не только локальная, которая может быть при опухоли, но и диффузная по всему организму. Поэтому если возникают подобные изменения, то нужно смотреть лимфоузлы, допустим, почелюстные, лимфоузлы шеи, лимфоузлы паховые. Они будут увеличены. Нужно искать, они могут быть увеличены. Так что первый этап – это понимание того, как выглядит поджелудочная железа. Опять же, поджелудочная железа увеличивается и при настоящем панкреатите, не аутоиммунным. Да. Но в этом случае, если это увеличение, то это совершенно другая клиника. Это скопление жидкостей. Это отек перипанкреатический. Здесь этого не будет. Это может быть инфильтрация окружающей кретчатки, но не будет каких-то признаков деструкции органа. Это просто инфильтрат в самой железе, инфильтрат вокруг. И дальше все совершенно тихо. То есть такая диффузная, однородная картина увеличенного органа, однородного такого вида. Колбасовидного, вы сказали. Это на УЗИ тоже видный? Колбасовидный – это термин, который используют обычно все-таки рентгенологи. КТ. КТ тоже очень много нам дает. Это признаки, которые я чуть-чуть попозже покажу. Хорошо. Достаточно характерные в разные фазы контрастирования. То есть мы делаем КТ с внутривенным контрастом. Это так называемый панкреатический протокол. Так, понятно. Вообще глобально диагностика любого панкреатита начинается с КТ. Ультразвук иногда оказывает огромную помощь. Ультразвук иногда может, собственно, поставить диагноз абсолютно правильный. Опять, это будет зависеть от конкретного пациента и от опытности врача-узиста. Но КТ – это основа диагностики. Поэтому, собственно, более-менее достоверный диагноз того, что происходит с поджелудочной железой, начинается с компьютерной томографии. А дальше потом уже начинается творчество. Если у пациента мы подозреваем протоковые изменения, они очень часто возникают у пациента и в поджелудочной железе, и в очень большей системе. Они описывают, они это видят на КТ, да, протоковые изменения? Протоковые лучше видны на МРТ. То есть мы еще и МРТ должны сделать? Бойдусь туда. Понятно. И это совершенно разные вещи, они совершенно не взаимозаменяемы. Оценка состояния паранхимы поджелудочной железы, перепанкреатической клетчатки, там, лимфоузлы – это КТ. Так. Протоки, их содержимое, жидкость, которая находится внутри их стенки – это МРТ. Причем МРТ хорошего качества, которое сделано, опять же, в референсном центре, сделанное опытным врачом, который понимает, что он ищет. Вы нам расскажете, что мы увидим на КТ и на МРТ? Да, 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 у нас есть несколько клинических примеров, и я думаю, что нужно будет начать вернуться к основе диагностики. Это все-таки гистологическая картина. Ну, то есть это мы делаем уже потом, да, когда сделали КТ и МРТ, дальше мы делаем биопсию, проводим. Дальше, если это очаговая форма панкреатита, то необходима будет или цитология, или биопсия. Если это диффузная форма, то глобально у нас есть диагноз, который верен, ну, процентов на, там, 90 с лишним. И в этой ситуации нужно понять, что мы хотим от пациента, насколько есть выраженные изменения. В целом, лучше проводить пробный курс терапии, который нам даст, во-первых, ответ на вопрос, аутоиммунный ли это панкреатит. Если все пройдет через, там, три недели, через четыре недели, то это будет аутоиммунный панкреатит. И это уберет ту основу для прогрессирования, которая дальше может привести к тому, что у пациента будет прогрессировать в, ну, по крайней мере, экзокринной панкреатической недостаточности. Ну, давайте поговорим. Если это очаговая форма, то вот здесь действительно биопсия необходима. Так. Поэтому с диффузной формой можно заниматься этим вот терапевтом и обходиться без навозивной диагностики сколько угодно. Если мы говорим о очаговых поражениях, чего бы то ни было, начиная с поджелудочной железы и далее, то без инвазивной диагностики, без биопсии поджелудочной железы, без биопсии лимфатических узлов или эксцизии лимфатических узлов и так далее, если есть очаговое поражение, то практически всегда мы не можем надежно исключить какие-то опасные заболевания, прежде всего опухоли, без, по крайней мере, рецитологии. Ну, то есть мы даже в первую очередь проводим биопсию не для того, чтобы установить иммуноглобулин G4, а для исключения более опасных заболеваний. Ну, давайте перейдем теперь к вашим красивейшим слайдам. Это картина аутоиммунного панкреатита, панкреатит первого типа. То, что мы видим здесь, это первый, наверное, наиболее значимый признак того, что это именно аутоиммунный панкреатит, это перепротоковость этих изменений. То есть мы видим диффузный лимфоплазмоцитарный инфильтрат, но вот то, что он сконцентрирован вокруг протока, и стенки самого протока инфильтрированы лимфатическими клетками и плазмоцитами, и то, что преимущественно вокруг протока интерстиции и паранхимы поджелудочной железы, инфильтрированные клетками, это признак того, что это, скорее всего, аутоиммунный панкреатит. А морфологи, они видят это? Это должны быть морфологи, которые этим занимаются. То есть не каждый морфолог еще может эту инфильтрацию заметить? Во-первых, для этого нужно иметь материал, и, к сожалению, это означает то, что пациенты сделали резекцию поджелудочной железы. Понятно. Второе, это должен быть действительно морфолог, который понимает, что искать, понимает, как это все проявляется. Ну, то есть вот такой материал просто при обычной биопсии не получить, где видят проток? Рак. Понятно. Обычно это чаще всего все-таки именно цитология, или если это очаговая форма, то мы пытаемся, опять же, исключить рак. Это операционные материалы. Но особенность в том, что мы это можем увидеть, особенность при, допустим, КТ или при МРТ, то, что у пациента есть преимущественно сужение протоков, сужение протяженное. Если это был бы рак, например, то у пациента была бы какая-то локальная, условно говоря, стриктура, и дальше было бы дистальное расширение протоковой системы, есть какой-то блок опухоли, дальше проток расширяется. А здесь все сужено. А если это протяженное сужение без этих вот четкого расширения, без признаков протоковой гипертензии, то это характерно для аутоиммуновых. Ну, вот просто более крупные влечения, опять же, это практически только стенка протока, и эта стенка протока преимущественно под эпителием инфильтрирована огромным количеством лимфоцитов. Что касается плазматических клеток, это лучше красить на иммуноглобулин G в целом, и на иммуноглобулин G4, и дальше смотреть соотношение иммуноглобулин G4 к иммуноглобулину G. Это вот исход, это, опять же, выраженная инфильтрация, но уже появляется фиброз, то, что дальше будет проводить уже к необратимым изменениям, которые могут потребовать у пациента и каких-то хирургических манипуляций, даже если мы бедны в диагнозе. Это вот такой розовый ободок, это вот этот фиброз? Это вот фиброз, собственно, протока, и перепротоковые фибротические изменения тоже здесь присутствуют у пациента. А так это практически полная облитерация протока, это огромный инфильтрат. От просвета протока мало что осталось, вот это где-то просвет протока, где моя указка. Остальное все фиброз и воспалительный инфильтрат. Алексей Викторович, а вот если проток настолько облитерирован, то секрет поджелудочной железы, он начинает каким-то образом разъедать, что ли, собственную ткань? То есть возникает такой и типичный панкреатит, нетипичный. Типичный это, мы не привыкли видеть таких пациентов с таким панкреатитом, потому что это протяженное сужение, когда нет четкого расширения. Мы привыкли видеть алкоголиков с камнями в поджелудочной железе. Но я имею в виду ткани в железе будут какие-то кисты, вот такие, повышение ферментов? Пациент должен вот таким образом с неконтролируемым панкреатитом, который адекватно не лечится, иметь анамнез где-то лет 5-7. И вот тогда действительно будут возникать изменения, характерные просто для хронического панкреатита. Ведь аутоиммунный панкреатит – это такая особая форма, его не всегда называют хроническим. То есть изначально это просто инфильтрат. А дальше уже, если этот инфильтрат будет сохраняться, будет возникать фиброз, дальше у пациента с аутоиммунным, скажем так, процессом в поджелудочной железе эти изменения будут приобретать черты просто хронического панкреатита. Понятно. И уже только потом появляется вот эта характерная клиника панкреатита. То есть диареи, с болями сопоясывающими. То, что этот пациент изначально имел аутоиммунный инфильтрат, это будет совершенно теряться за склеротическими изменениями, которые будут возникать практически при любом хроническом панкреатите. Вот то, что мы ищем. Это окраска на иммунглоборин G4. И здесь мы должны посчитать количество плазматических клеток, которые экспрессируют иммунглоборин G4. И если это будет более 10 клеток, 10 плазмацитов, которые дают положительную окраску, в поле зрения при большом увеличении, это 400-кратное увеличение, то это будет диагностическим признаком того, что у пациента действительно есть аутоиммунный панкреатит. Повторяю, что чаще всего мы не имеем такой возможности, чаще всего мы исходим из того, что у пациента нет опухоли, и тогда говорим о том, что у пациента, скорее всего, аутоиммунный панкреатит. Вот то, что мы чаще всего ищем, то, что мы ждем, это так называемые колбасовидные поджелудочные железа. Мы видим потерю нормальной дольковой структуры. Это такая равномерная гомогенная паранхима. Нет характерной перестости, нет характерных делений на септоинтерстиции. Это диффузное изменение, причем есть небольшое уменьшение контрастирования в паранхиматозную фазу, портальную фазу по периферии органа. Это наблюдается, особенно если пациент где-то, по крайней мере, полгода страдает уже панкреатит, возникает фиброз органа, который идет по контуру, по периферии. То, что называют гиподенсным ободком. Вот замечательная картина, опять же, равномерное изменение органа, увеличение тела поджелудочной железы, хвоста поджелудочной железы. Здесь стрелочка показывает еще и на уплотнение стенок общего желудочного протока. Это интерпанкреатическая часть холедоха. Мы видим, как это сочетается с знаковым диагнозом, диагнозом аутоуманного панкреатита. Плюс еще стрелочки показывают на изменения, опять же, это инфильтративно-склеротические изменения паранхимы почек, когда вовлекаются еще и в еще один орган, в патологический процесс. И это может сочетаться еще и с фиброзом заброшенной клетчатки. Это перитеральный фиброз, фиброз, который начинается обычно вокруг поджелудочной железы заброшенного органа. И дальше идет, который может вызывать блок, допустим, мочеточников, который может вызывать блок лимфатических сосудов или иногда нижней полой вены. Также бывает характерен для таких пациентов. Вот один из наших пациентов, пациентов с, к сожалению, для него очаговые формы аутоуманного панкреатита. У него было влечение головки поджелудочной железы, которое описывалось как очаговое образование. У пациента подзревали рак. Пациента еще один был очаг отдельный, то есть это было два очага на границе тела и хвоста поджелудочной железы. Закончилось все не очень хорошо, пациенту сделали шунтирующую операцию, пациенту наложили обходной анастомоз, предполагали, что это поздняя стадия рака поджелудочной железы. Анастомоз протока имеется? Нет, между желудком и тощей кишкой. А, понятно. Более того, еще был наложен и гепатика, и юн анастомоз между желудочными протоками и тощей кишкой, потому что выключили железу. Да, был блок, у пациента была желтуха, был блок холедоха на уровне головки, была большая головка у пациента, плюс второй очаг, это вот граница тела и хвоста поджелудочной железой. Вот его картина при МРХПГ, это сужение интерпанкратической части холедоха. Алексей Викторович, а можно задать вопрос? Вот вы же говорите, что при очаговых формах берут биопсию, ищут опухоль, а у пациента, судя по всему, не было опухоли. Пациента опухоли не было. На основании чего его поставили, установили такое дело? На основании того, что у пациента возникает бессимптомная безболевая желтуха. Насколько я помню, биопсии не проводилось. А, ну то есть это клиника плюс рентгенологическая картина, и уже делают, понятно, такие серьезные операции. Более того, как вы понимаете, в общем, фиброзом при опухоли, при данной картина, сложно удивить. Это опухоль, которая сопровождается выжженной склеротической реакцией, поэтому то, что у пациента есть фиброз, это может быть как при раке, так и при аутомонном панкреатите. Вот сужение интерпанкратической части холедоха, сужение еще и было в зоне конфлюенса, было наложено гепатика и юна на стомоз. Плюсы к этому было еще наложено на стомоз между желудком и тонкой кишкой. Пациент к нам пришел вот с по-прежнему увеличенной головкой поджелудочной железы. Этот ответ на 60 мгм преднизолона уменьшилось и головкой поджелудочной железы, уменьшилось и образование на границе тела хвоста поджелудочной железы. Плюс к этому пациенту мы еще сделали колоноскопию, просто сделали на всякий случай. Просто потому, что мы знаем, что при аутомонном панкреатите бывают поражения других органов. У пациента были очень незначительные изменения стула, послабления стула весьма формальные, никакой явной симптоматики ВЗК. Вот у пациентов, в общем, случайно обнаружили поверхностные эрозии и протяженные язвы в терминальном отделе поджелудочной кишки. Это была пробная терапия на протяжении одного месяца. Была выраженная положительная динамика, но не полная, со стороны поджелудочной кишки. Выраженная положительная динамика со стороны поджелудочной железы. Терапия преднизолона, вы имеете в виду. И кишка тоже ответила. Кишка ответила. То есть это ВЗК было или это тоже проявление? Не знаю. Пациент у нас пропал из наблюдения, поэтому что на самом деле такое, потому что была не абсолютная ремесия достигнута за месяц. Какой ему лет, простите? Сейчас точно сказать не могу. Ему было где-то около 50 лет. Вот так, навскидку сейчас. Слишком быстро он ответил на мечный курс принизолона. Поэтому то, как быстро... Сомнений нет в отношении поджелудочной железы. Сомнений есть в отношении кишки. И мы пытаемся этого пациента всячески заполучить на колоноскопию. Пациент не хочет приходить просто потому, что пациенту хорошо. Пациент не считает нужным лечиться. Это еще одна проблема с нашими пациентами. Потому что это пациенты или малосимптомные, или бессимптомные. Они не понимают, собственно говоря, что им делать у врачей. Не понимают по поводу чего обследоваться. Что лечить. Не понимают, почему злые врачи им дают какие-то такие нехорошие препараты. Дают стероиды, дают теопорины. Читают инструкции, видят там огромное количество обочинных эффектов. Не понимают, зачем все это им нужно. Другой вариант, который не исключает первое, это то, что возникает изменения, которые протекают по типу опухоли. Когда возникает блок выходного отдела желудка, возникает блок холедохали. Возникает нарушение тока секрета поджелудочной железы. И тогда пациент, опять же, приходит уже вылеченный от объемного образования непонятного происхождения. Опять же, бессимптомный. В смысле, прооперированный. Да, да, да. Приходит вот с тремя операциями, когда накладываются обходные анастомозы. И оказывается, что это был просто аутоиммунный процесс. Что касается кишки, к сожалению, однозначно пока мы сказать не можем. По нашим впечатлениям, если это был бы крон, то такого быстрого ответа не было бы. Но однозначно сказать нельзя. По интуиции, скорее всего, это были изменения в рамках. Вот этого системного заболевания. Это описано, и это может быть. Но тем не менее, за пациентом нужно было бы наблюдать. Но мы личные такой возможности пациент. Иностранец пациента из другого государства. Многие исследования, собственно говоря, практически все у нас, это исследование платное. Поэтому объяснить пациенту, который, опять же, ничего не беспокоит, зачем нужно приходить и делать какие-то контрольные исследования, в данной ситуации оказалось неплохо. А вот мы с вами еще не обсудили. Мы обсудили КТ, МРТ, УЗИ и данные морфологические. А вот уровень иммуноглобулина G4 нужно определять в крови у таких пациентов? Он повышен? Он повышен. Он повышен бывает не всегда. И он, к сожалению, не всегда коррелирует с активностью процесса. То есть это нужно или нет? Это нужно делать. Нужно делать, но не всегда информативно. Но, к сожалению, только на иммуноглобулина G4 в сыротке кровью мы полагаться не можем. Во-первых, потому что бывают другие формы поражений, при котором не повышается иммуноглобулина G4. Это, например, второй тип аутоиммунного панкреатита. Во-вторых, потому что активность болезни, агрессивность болезни далеко не всегда идет параллельно с уровнем иммуноглобулина G4 в крови. А может быть, аутоиммунный панкреатит есть у пациента, а иммуноглобулина G4 нормальный? Да. Может быть, понятно. Это может быть, естественно, на фоне терапии, но есть и пациенты, вот, не леченные, у которых характерные признаки как раз иммуноглобулина G4-соцированной болезни, но при этом в сыротке крови нормальный уровень. Биопсия, если таковая возможна, биопсия печени, биопсия лимфоузлов, или это может быть и иногда получение гистологического материала поджелудочной железы, в этом плане может помочь. Понятно. Так, и у вас еще один пример, да? Еще два примера. Это вот пациент преимущественно с поражением желудочных протоков. Поджелудочная железа увеличена, но не так ярко. Это вот изменения в области хвоста поджелудочной железы, которые, опять же, ушли на терапию преднизолоном. Это вот очень яркая картина в гипертензии, бильярдной гипертензии. Есть блок выходного отдела в холедаха на уровне его интерпланкреатической части. Блок за счет увеличения поджелудочной железы? Нет, за счет именно склерозирующих протоков. Поражение протоков. Да. И сужение в интерпеченочных желудочных протоков, сужение на уровне конфлюенса правого-левого печеночного протоков. И вот динамика на фоне мечной терапии преднизолома в стандартной дозе. Обычная доза для индукционного курса это где-то 0,5-0,7 миллиграмм на килограмм веса тела в сутки. Чаще всего это там 35-40 миллиграмм преднизолона. Вот мы видим, ушла, практически полностью ушла бильярдная гипертензия. То есть совершенно нормально выглядит протоковое дерево. Протоки неровные, протоки ненормальные. Но посмотрите, выраженная бильярдная гипертензия у пациента была. Это у нас 30 августа 2021 года. А это вот ноябрь 2021 года. Уменьшение степени сужения и тримлянная часть холедоха. Гораздо лучше стало выглядеть конфлюенс. Ну и совершенно нормальные печени у пациента. А какой стандартный курс лечения для иммуноглобулин G4, ассоциированных заболеваний? Месяц, два? Или мы ориентируемся на... Мы ориентируемся на то, что мы не знаем диагноз чаще всего. Понятно. Поэтому если мы говорим о чуговых поражениях или о поражениях, которые мы не понимаем, что это, допустим, это ПСХ или иммуноглобулин G4, ассоциированная холонгепатия, или где-то сохраняется мысль о том, что это может быть и опухоль. У нас есть данные, допустим, отрицательная цитология, но тем не менее абсолютной уверенности нет. Поэтому всегда это пробный курс, максимум месяц, не больше месяца. Максимум месяц, да. Потом с последующей постепенной отменой вплоть до полной отмены. То есть обычно мы уменьшаем на таблетку в неделю. Но в среднем это сколько длится? Два месяца? Ну, если пациент получает 40 мг на таблетку в неделю, получается, что два месяца он уменьшает поднизолон до полной отмены. И контрольные точки исследования – это конец, собственно, индукционного курса. То есть 3-4 недели мы делаем контрольное КТ или МРТ. И потом контролируем пациента уже после отмены, смотрим, что происходит с поджелудочной железой, что происходит с желудочными протоками. Просто потому что всегда это какие-то сомнения. Всегда мы должны понять, чего мы достигли. Мы достигли разрешения инфильтрата, мы, скажем так, подавили вот это очередное обострение заболевания, которое пациент страдал, аутоиммунное. Или это небольшое уменьшение отека в рамках опухоли, когда пациент тоже может дать какой-то временный, очень незначительный положительный ответ. Но тем не менее у пациента будет тем не менее вот инфильтрат, опухоль инфильтрат, который у пациента останется. Алексей Викторович, а вот если мы возьмем все другие аутоиммунные заболевания, то это обычно неизлечимое заболевание, которое ты обязательно должен. Индукция ремиссии, потом поддерживающая терапия. Вот в отношении этой группы заболеваний, я так поняла, да и вы сами сказали, что у вас такие пациенты, которые вот один раз пролечились. Есть пациенты, которые вообще не требуют лечения, которые уходят в спонтанную ремиссию сами, мы не успеваем лечить. Есть пациенты, у которых первый курс, вот этот индукционный курс, пробный курс терапии оказывается и последним, потому что дальше лечить нечего, дальше все стихает. Пациент находится в стойкой ремиссии на протяжении вот многих лет. Но вы их все равно постоянно наблюдаете? Раз в год какая периодичность наблюдения? Минимально, если пациент контролируем, и это бывает далеко не всегда, это пациенты, которым очень сложно объяснить, зачем нужно наблюдаться. Более того, иногда у этих пациентов наблюдается какая-то странная тенденция, они не очень контактные и не очень четко выполняют наши рекомендации. Это пациенты, немножко своеобразные по своему характеру. Да, вот у них есть какой-то своеобразный психотип. Когда мы с ними общаемся, мы начинаем чувствовать, что он себя ведет так, как ведут себя пациенты с этими аутоиммунными поражениями. У нас был один пациент, я сейчас его покажу, пациент с аутоиммунным пахеменингитом, с поражением, наметом мужичка, но и без поражения центральной нервной системы, без поражения волчьего головного мозга, это немножко пациенты своеобразное. Расскажите, что о них? Очень сложно это сформулировать. Пациенты, ну, скажем так, немножко бестолковые, может быть, пациенты, которых очень нужно аккуратно пасти и доводить от одного этапа обследования до другого этапа. То есть у них снижена критика, может быть, к своему заболеванию? Возможно, это связано с тем, что заболевание бессимптомное, возможно, это связано с тем, что вокруг них пляшут врачи, вокруг них, так сказать, возникает какая-то суета, проводятся какие-то сложные, дорогостоящие исследования, и за многие эти исследования не должны платить. Они не понимают, зачем. Они не понимают, почему. Они спрашивают, это рак? Говорим, скорее всего, нет. Это опасно? Да, это опасно, скорее всего, нет. А тогда что? И дальше начинаются такие вот длинные рассуждения врачей, которые пациент не понимает, не понимает, что от него хотят, не понимают, зачем нужно делать так много всего, чего ради. Когда мы пытаемся объяснить, что вот да, это заболевание прогрессирует, может возникать потом снижение функции, на пациента это не всегда действует, потому что это потом, а сейчас у него все совершенно нормально, желтуха прошла, пациент чувствует себя совершенно здоровым человеком. Да, на эзенофильный эзофагит, вот которым я занимаюсь, потому что это тоже молодые мужчины, у которых сейчас пока все нормально, у них нет ни дисфагии, ничего, и я им пытаюсь объяснить, что если вы не будете лечиться, у вас разовьется когда-нибудь склероз, сморщится пищевод, и вы не сможете глотать. Вот очень похожая ситуация, мне кажется. Может быть, может быть, но мне кажется, что все-таки пациенты с нефильным эзофагитом, по крайней мере, вот насколько я знаю этих пациентов, по нашему опыту, все-таки пациенты более, имеющие более яркую синтоматику, там у них у кого-то возникает и сжог, у кого-то и дисфагия, а пациенты вот эти вот очень часто вообще ничего не возникает, это бывает случайная находка, или это какой-то вот ситуативный блок, дальше операция или резекция поджелудочной железы, как у этого пациента, пациент с псевдоопухолями печени, пациент с изменением поджелудочной железы, увеличение хвоста поджелудочной железы, это псевдоопухоли печени и псевдоопухоли в легких. То есть этот вот инфильтрат из плазмоцитов создает такую картину, похожую на опухоль. Это пациент, у которого изначально возникла киста в поджелудочной железе. То, что может возникать в рамках панкреатита, обычного панкреатита, и то, что нередко возникает в рамках опухоли, потому что на карцинома это протоковая опухоль, и она нередко дает кисты, или просто киста в рамках блока какого-то протока, где растет опухоль. И дальше пациент обратился к местным гастронатурологам с очаговым увеличением поджелудочной железы. Киста осталась. Дальше пациента стали обследовать, обнаружили очаги в печени, обнаружили очаги в легких. И, в общем, вполне очевидно было предположение, что это доно-карцинома поджелудочной железы с метастазами. Плюс еще были лимфоузлы. В лимфоузлы, в печени и в легкие. Кошмар. Дальше пациенты проводятся операции, проводится резекция поджелудочной железы. Там ничего не находят. Проводятся многократные повторные биопсии лимфатических узлов. Ничего не находят. Разнообразные биопсии и интероперационные, и потом уже через кожные этих очагов в печени ничего не находят, кроме лифоплазмацитарной инфильтрации. А был у этого пациента шанс все-таки установить диагноз вовремя и не лишиться поджелудочной железы или нет? Был шанс, если бы изначально, когда пациент был с увлечением поджелудочной железы, взяли бы биопсию поджелудочной железы, не обнаружили опухолевых клеток и обнаружили то, что обнаружили потом мы, невысокое диагностическое лечение уровня иммуноглубринжа 4. Это было более двух норм. Вот это именно в крови. 1,35, все, что выше 2,7, это диагностический значимый уровень. Это уровень иммуноглубрина в крови у этого пациента. Он на этом этапе, потом он стал весьма высоким у этого больного, но потом. А изначально он был чуть выше верхней диагностической значимой границы, выше двух норм. И дальше вот на этом этапе, если была бы надежная гистологическая диагностика, по крайней мере в плане исключения опухолей, и были мысли в отношении того, что это аутоиммунное заболевание, можно было бы дать пробный курс стероидов и попытаться понять, как пациенты отвечают. Скажите, пожалуйста, а вот наши онкологи, панкреатологи, они вообще погружены в эту проблему аутоиммунного панкреатита? Они вообще думают об этом? Не все. Не все, но мы работаем в очень плотном контакте с нашим онкологическим центром. Там есть замечательная группа и хирургов, и рентгенологов, рентгенохирургов. Поэтому мы вот в этом плане работаем в тесном сотрудничестве с онкологами. И дальше этих пациентов ведем вместе, просто потому что, опять же, не всегда есть четкое понимание того, что происходит у пациента. Если это фиброз, то непонятно, что это фиброз псевдоопухолевый или фиброз в рамках аутоиммунного заболевания. Пациент очень хорошо ответил, и с точки зрения того, что осталось уже после операции от поджелудочной железы, наблюдается выраженное уменьшение инфильтрата. Уменьшение этих псевдоопухолей печени, которые там некоторые ушли вообще, некоторые стали существенно меньше, существенно меньше стали инфильтрата в легких. Пациент наблюдается у нас, пациент наблюдается уже несколько лет. Наблюдается он вот с 2020 года. Поэтому скоро будет два года как. Он сейчас на терапии или ему одного курса хвозит? Он сейчас на комбинированной терапии, это поддерживающая терапия невысокой дозы стероидов, это одна таблетка, и это тиоприн, азотиоприн. Азотиоприн. То есть ему одного преднизолона было недостаточно? Да, да. Это было не вполне контролируемое лечение. А дальше в целом у таких пациентов возникает показания для использования биологической терапии. Это может быть ретуксимаб, это может быть мафетиломикофенолат. Но это препараты, которых нет в рекомендациях, нет в стандартах, поэтому это препараты, которые пациенты должны покупать за свои деньги, и не все это могут себе позволить. А вот про эти его мозговые оболочки, это вы как обнаружили? Это тоже тот же самый пациент? Да, это опять же тот же самый пациент. У него возникла церебральная симптоматика, у него возникло вместе с этими изменениями одностороннее снижение слуха. У него, кстати говоря, были весьма своеобразные изменения в глазнице, инфильтрация ретокопритальной клетчатки. Нет, это была скорее инфильтрация кожи вокруг глаза, и возникло небольшое косоглазие. Оно ушло достаточно быстро. Тоже на фоне предназолона. Да, и была тугоухость, которая до сих пор не ушла. Ангологи сделали ему МРТ, а головы обнаружили изменения на мед и мужичка, которые никак не укладывались в изначальную концепцию того, что это может быть опухоль. А дальше вот эти изменения, они сохраняются достаточно стойко и полностью не уходят. Кречатка вокруг глаза стала нормальной. У пациента не полностью ушла тугоухость. Но, тем не менее, вот эти изменения на мед и мужичка не сохраняются. Это же какое интересное такое заболевание, которое прям весь организм затрагивает. Алексей Викторович, ну мы вот уже вышли за наши временные рамки в нашей невероятно интересной беседе. Я хотела, подводя итог, наверное, дать какие-то, может быть, ключевые пункты нашим врачам, слушателям, которые, если вдруг они заподозрят, вот, во-первых, что их наведет? Вот, наверное, если есть какая-то рентгенологическая картина, непонятная им с диффузным увеличением, с колбасовидным увеличением поджелудочной железы, то, может быть, еще вот провести анализ на иммуноглобулин G4 в крови, да? Если вот комплекс каких-то симптомов, рентгенологии, анализы крови покажут нам, что все-таки есть подозрения на иммуноглобулин G4-ассоциированное заболевание, чтобы мы могли направить этих пациентов к вам, да? Потому что я понимаю, что у нас вот таких экспертных центров в стране, ну, практически на перечет. Это должны быть какие-то специализированные центры, причем центры, где терапевты, гастроэнтерологи работают в очень тесной связи с хирургами и с онкологами. Потому что если это не диффузная форма аутомонного панкреатита, а диффузная стоит особняком. То есть это та форма, которую надежно и замечательно можно поставить неинвазивными методами по ультразвуку, по КТ и по сирологии пациента. Если это очаговая форма, нужно просто помнить о том, что не все очаговые изменения – это опухоли. К сожалению, в первую очередь нужно исключать опухоль, поэтому это должна быть цитологическая или гистологическая диагностика. А дальше, если мы исключили опухоль, или, по крайней мере, нет явных признаков опухоли, дальше необходимо совместно с онкологами решение вопроса о том, все-таки, что это такое. Это опухоль, если да, то какая? Или это может быть вот такое заболевание? И дальше необходимо очень плотно совместно ввести этих пациентов. То есть у нас все контрольные МРТ, все контрольные компьютерные томограммы, в основном этих пациентов выполняются в онкоцентре. В онкоцентре. И дальше мы совместно обсуждаем все-таки, что это такое и что происходит. Но изначально это негативная, по крайней мере, цитология или протоков желчных, если это холонгиопатия, или это изменение паранхимы печени, это псевдоопухоль. Это вот то, как выглядят псевдоопухоли печени. Это удаленная уже... Это резицированная печень, и вот здесь вот эта японская работа, это не наш пациент. Вот как выглядят, действительно они похожи на очаги опухоли. Но на самом деле это псевдоопухоль, это положительное в иммуногистохимии на иммуногаболин G4. Вот, пожалуйста, это перепротоковые изменения и так называемые псевдоопухоли, инфильтраты с последующим фиброзированием в печени. А дальше, да, дальше, если пациента не лечить, то возникают изменения по типу изменений при хроническом панкреатите, когда сначала это характерное диффузное сужение, когда тонненькие-тонненькие протоки у пациента возникают, а потом дальше где-то возникает ведущий фиброз, где-то возникает расширение протоков, потом могут образовываться и внутрипротоковые камни, и кальцификация паранхимы. И, в общем, то, что изначально было весьма характерно для аутиммунного панкреатита, вот с этой вот диффузной такой размазанной поджелудочной железой, вот очень характерна структура, вернее, отсутствие типичной структуры поджелудочной железы, она гомогенная, да. А дальше превращается все в обычный хронический панкреатит, и вот от аутиммунности этого панкреатита ничего не остается. Это псевдокисты, это расширение протоков, это фиброз железы, и понять, какой это был изначально панкреатит, уже невозможно. У нас есть группа, которая занимается изучением как раз этой патологии. Мы работаем совместно, прежде всего, с российским онкологическим научным центром имени Блохина. Поэтому, если возникают какие-то проблемы, если мы можем чем-то помочь в плане консультации пациентов, то врачи могут прислать своих пациентов к нам, или самих пациентов, или можем консультировать те данные, которые есть. А как это сделать? Вот как прислать пациентам к вам? Это вот адрес электронной почты, то есть можно обращаться к нам по этой почте. Это вот QR-код, соответствующий почте. Дальше можно писать, и будем пытаться каким-то образом решить, что с пациентами делать, каким образом их совместно вести. Пациенты очень непростые, пациенты штучные, пациенты, каждый из них требует индивидуального подхода. Очень непростые, и понять, как их нужно в данной ситуации, в какую сторону выруливать, или в сторону эндоскопической хирургии, большой хирургии, бывает очень не всегда, бывает очень непростой. Понятно, тут нужна команда профессионалов, как мы поняли. Не знаю даже, мне кажется, сегодня было большим открытием для всех, потому что вот почему-то эту тему мы очень мало и на конференциях слышим, или может быть это просто я не глубоко была погружена. Но мне было очень интересно вот это все узнать. Это действительно новая абсолютно информация. Эта тема сложная, тема отчасти модная, но главное здесь, когда мы говорим о чуговых поражениях, с одной стороны, не упустить опухоль и не пытаться лечить опухоль стероидами, с другой стороны, если у нас нет четких данных за опухоль, они должны в наши данные опираться на конкретные совершенно данные, которые мы можем понять, в какую сторону трактовать, дальше уже принимать решение о том, что мы должны делать. Можем попробовать. Пробный курс стероидов или нет. Пробную терапию, да. Так, ну вот у нас есть вопрос. При очаговой форме аутоиммунного панкреатита, да, может ли биопсийный материал быть представлен инфильтратом в основном из эзинофилов? Да, может быть, но это не характерные изменения для аутоиммунного панкреатита. Эзинофилия, она идет как-то вот параллельно изменениям, которые возникают у пациентов при аутоиммунном панкреатите. Здесь, наверное, можно опять же провести опять параллель с эзинофильным эзофагитом. Когда при эзинофильном эзофагите повышается иногда у пациентов еще и уровень иммуноглобрина G4, у кого-то в сыротке крови, у кого-то обнаруживают инфильтрацию положительными клетками в биоптетах пищевода, существует некоторая связь с другими лимфоцитарными инфильтратами и эзинофильными поражениями. А вот что нам тогда делать, если мы получаем вот такой результат? Не знаю. Здесь нет никакого однозначного ответа. Исходя из этой информации, нужно пересматривать. Это должен быть какой-то патолог, который занимается этим, который сидит на диагностике аутоиммунного панкреатита. У нас есть в нашей морфологии, которая занимается у нас, это Александр Семенович Тротичный. Это Первый медицинский университет. Да, Веченовский университет. Есть морфологи соответствующие квалификации в Институте хирургии имени Вишневского. Есть в онкоцентре. Кстати говоря, там же они в том числе красят и делают иммуногисты химию на иммуноглобрина G4. Нужно пересмотреть этот материал. Дальше оценивать пациента вместе с клиническими данными, с данными лучевой диагностики. Просто потому, что нет такого ауизинофильного панкреатита как такового. Возможно, это проявление каких-то больших ауизинофильных синдромов. Возможно, это ауизинофильная инфильтрация в рамках каких-то других ауизинофильных болезней. А может быть и опухоль, наверное, да? Может быть. Организация ауизинофильных болезней. Но вот здесь говорить, что это в рамках именно аутоуонопанкреатита однозначно я не могу. Понятно. Ну, то есть нужно пересмотр или дополнительное... Понимание того, что происходит у пациента. Есть ли какие-то ауизинофильные инфидраты в других органах, в легких, например. Понятно. Спасибо большое вам, Алексей Викторович. У нас был сегодня только один вопрос. Мне кажется, это из-за такой неоднозначной и сложной темы. Но если у вас будут возникать дальше, может быть, вы осознаете и появятся какие-то вопросы, нашу передачу потом выложат и в YouTube, и на сайте Первого МедТВ. Вы, пожалуйста, свои вопросы пишите. Мы с Алексеем Викторовичем будем иногда их просматривать. И если они будут появляться, то ответим вам в комментариях. Я постараюсь ответить на вопрос. Если будут какие-то проблемы с пациентами, то я дал адрес нашей электронной почты. Можно будет прислать данные к нам и попытаемся дальше как-то уже консультировать. Повторяю, что далеко не всегда можно отвечать на абстрактные вопросы. Нужно знать конкретно о пациентах. Да. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Дорогие друзья, до свидания. До новых встреч.